Учиться быть врачом – это значит учиться быть человеком. Медицина для истинного врача больше, чем профессия. Она – образ жизни. Замечательные слова советского врача-инфекциониста Александра Фёдоровича Билибина наиболее точно характеризуют личность его современника, выдающегося онколога Николая Николаевича Петрова. Делом всей жизни Николая Николаевича было заложение основ отечественной онкологии и создание учреждения для лечения онкологических больных. И сегодня, спустя 140 лет после его рождения, сотрудники НИИ онкологии имени профессора Николая Николаевича Петрова успешно развивают российскую науку, продолжая начатое им дело. В настоящее время НИИ онкология является крупнейшим лечебным и исследовательским центром, известным не только по всей России, но и за рубежом. И всему этому предшествовал долгий жизненный путь его основателя – врача и человека. Николай Николаевич родился 15 декабря 1876 года в Санкт-Петербурге. Семейный род Петровых имеет долгую историю. Существуют упоминания о его предках, относящиеся ко временам Ивана Грозного. До наших времен сохранился родовой герб Петровых. Отец Николай Павлович Петров был талантливым ученым и инженером в области железнодорожного транспорта. Широко известна его теория трения, в науке получившая название «Закон Петрова». Память о Николае Павловиче в 2006 году на железнодорожном вокзале в Туапсе был установлен бронзовый бюст, а в Москве – мраморный бюст в Институте инженеров транспорта. Но, несмотря на выдающиеся заслуги отца, Николай Николаевич не продолжил его путь, а выбрал иную профессию – профессию врача. По воспоминаниям близких родственников, интерес к медицине у него проявился еще в детстве, при общении его с дядей – доктором Сергеем Дмитриевичем Чичулиным. Вот что вспоминает о детстве Николая Николаевича его дядя. Прекрасно помню, как еще в 1885 году при первом знакомстве с маленьким Николаем меня поражали память, знания и большая способность к иностранным языкам. Окончив золотую медаль в гимназию в 1894 году, Николай Николаевич поступил в военно-медицинскую академию. Еще будучи студентом, он начал публиковать свои первые научные работы, а в 1898 году по окончании учебы был оставлен академией еще на три года для подготовки к профессорскому званию. За это время он написал и защитил докторскую диссертацию и был командирован на два года за границу для работы в клиниках Франции, Австрии и Германии. Именно тогда молодой врач углубленно познакомился с современными достижениями медицины и с организацией хирургической службы. Все полученные знания Николай Николаевич стал применять, вернувшись в родной Петербург и практикуя в различных хирургических клиниках. С первых лет своей научной деятельности Николай Николаевич Петров интересовался проблемами злокачественных опухолей. В 1910 году он выпустил свой капитальный труд «Общее учение об опухолях», который явился основополагающим для дальнейшего развития онкологии в России. Фактически, этой работой был заложен фундамент для дальнейших научных и практических разработок в стране. Вот что писал Николай Николаевич в 1911 году во «Врачебной газете». Предупреждение опухолей – область, целиком относящаяся к задачам будущего и почти ничего, не имеющая за собой в прошлом и настоящем. Обладая незаурядным аналитическим умом, умея сочетать теорию с практикой, Петров всегда искал возможности для создания принципиально нового научного и практического направления в российской медицине. И достиг в этом больших успехов, оставшись в истории основоположником российской онкологии. Всего с 1905 по 1912 год Петровым издано около 40 важнейших научных работ. Николай Николаевич обладал феноменальной трудоспособностью. И даже когда семья уезжала на отдых в Осташково, Тверской области, он не изменял своей медицинской практике. В нескольких километрах, порядка семи километров от Осташково, была небольшая больница, куда приходили больные. Николай Николаевич регулярно в велосипеде преодолевал это расстояние и занимался серьезным лечением этих больных. Авторитет его был настолько велик, что даже из соседних областей приезжали туда. Было очень удивительно, что никто не уходил в отпуск, тогда, когда Николай Николаевич был в Осташково и лечил больных. С началом Первой мировой войны жизнь Николая Николаевича резко меняется. Его, как военного врача, призывают в армию. Но и в это тяжелое время он не опускает руки и становится активным деятелем военно-полевой хирургии. Участвует в качестве консультанта-хирурга во фронтовых и тыловых госпиталях. В разгар войны он издает монографию лечения инфицированных ран на войне, оказавшую неоценимую услугу врачам во Второй мировой войне и выдержавшую всеми зданий, будучи настольной книгой полевого хирурга. С завершением Первой мировой войны начались новые трудности. Страна переходила от мировой войны к гражданской. В 1918 году Николай Николаевич был командирован на Кубань для организации Кубанского университета в городе Краснодар и налаживания работы Красного Креста. Вслед за ним в поселок Шепси под Туапсе, где находилась их летняя дача, переезжает его семья. Вернуться в Петроград они смогли лишь в 1921 году. Закончилась гражданская война, и Николай Николаевич с присущей ему энергией начал осуществлять идеи развития онкологической науки, интерес к которой пробудился еще в начале XX века. Николай Николаевич Петров всегда стоял на научно обоснованных позициях об отсутствии фатальности заболевания и течении опухолевого процесса. Он был глубоко убежден, что рак не только может быть излечим, но и предупрежден. Эта уверенность связывает его с двумя другими известными врачами-онкологами, по странному стечению обстоятельств, являвшимися его тезлым, Блохиным Николаем Николаевичем и Трапезниковым Николаем Николаевичем, тоже отдавшими много сил для развития онкологии в России. Петров прекрасно осознавал, что предупреждение рака возможно только при наличии как практического, так и идеологического центра. В 1925 году Николай Николаевич добился выделения ему на базе больницы имени Мечникова отдельной палаты для онкологических больных. Наплыв пациентов был настолько велик, что пришлось организовывать открытие онкологического отделения, а в 1927 году первого специализированного научно-практического онкологического института, ставшего впоследствии носителем его имени. В то время институт располагался в 9-м и 11-м павильонах больницы Мечникова и состоял из трех клинических отделений и лабораторного отделения, а также экспериментально-онкологического подразделения. В его структуре не было профилактического отделения, однако уже в первые пять лет работы были заложены основные аспекты организации профилактической и просветительской работы. Вопросом санитарного просвещения среди населения Николай Николаевич Петров всегда уделял особое значение. Позднее по его инициативе начались массовые профилактические осмотры населения города Ленинграда, которые в дальнейшем были внедрены в практику работы медицинских учреждений в масштабах всей страны. Николай Николаевич был честным, правдивым и очень внимательным больным человеком. Он мог себе позволить, если у него какие-то сомнения в операционный период возникли, отойти в сторону, ознакомиться с Атласом и потом, в зависимости от того, что сказано в Атласе, перейти уже непосредственно к операции. Николай Николаевич Петров жил там, где и работал. И что интересно, что он ночью обходы устраивал. В 1941 году закончился мирный и плодотворный этап развития института. Началась Великая Отечественная война. Она застала Николая Николаевича уже пожилым человеком. Несмотря на все тяготы жизни в блокадном городе, институт онкологии продолжал трудиться. В 1942 году вышла книга о лечении ранений на войне. Она была написана авторским коллективом под руководством и редакцией Петрова и Куприяна. В этом же году здоровье Николая Николаевича пошатнулось, и он, думая в первую очередь о своем детище, институте онкологии, передал обязанности директора своему ученику Сереброву. В 1944 году встал вопрос о переводе института онкологии с базы больницы имени Мечникова в помещение сельскохозяйственного института, расположенного на Каменном острове. Актуальность этого вопроса была связана еще и с необходимостью расширения научно-исследовательских работ. Для реализации этих планов нужно было срочно начинать строительство лабораторного корпуса. Этот корпус был построен в течение шести лет и включал шесть научных лабораторий и помещения для экспериментальных животных. Николай Николаевич был инициатором работы по развитию химиотерапии рака в стране. В стенах института впервые начали проводить лечение больных препаратом Эмбихин, который позволял достаточно эффективно бороться со злокачественными опухольми. В 1960 году состоялась конференция в Институте экспериментальной медицины, где я выступил с докладом о канцерогенном действии дихлорбензидина. Это вещество вызывало в большом количестве опухолев животных. После моего доклада ко мне подошел Николай Николаевич. «Ну, папенька, что вы тут натворили?» – спросил он, ухмыляясь. Я ему стал рассказывать о тех опытах, которые мы поставили по заданию Министерства здравоохранения. Выяснили, что это вещество, которое мы испытывали, оно опасно, и его следует изъять. Тогда мне Николай Николаевич говорит, вот, батенька, вот с этого надо было начинать. Вначале надо было изучить возможности. И очень хорошо, что в ваших опытах не пострадал никто, кроме животных. Николай Николаевич нередко говорил, что хорошая идея лучше хорошей лаборатории. Тем не менее, он всегда мечтал о хорошо оборудованном институте. И вот, в 1959 году было принято решение о строительстве новых зданий для Института онкологии в 25 километрах от Ленинграда, в поселке Песочный. К началу 1964 года было завершено строительство в Еварии, что позволило двум новым лабораториям экспериментальных опухолей и канцерогенных агентов переехать из Ленинграда в поселок Песочный. И уже к июню того же года начался переезд основного клинического корпуса. Переезд лабораторного корпуса был осуществлен в 1965 году. Всего было построено 11 рабочих корпусов и 3 жилых дома для сотрудников. Для Николая Николаевича начало строительства института в поселке Песочный значило очень многое. Он считал институт своим детищем и старался проводить в нем как можно больше времени. Николай Николаевич был удостоен огромного количества официальных наград и званий, среди которых Герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий. Удостоен трех орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамя. До 1917 года был награжден орденами Святой Анны II степени и Святого Станислава II и III степени. Ему было присвоено звание заслуженного деятеля наук. Он был избран действительным членом Академии медицинских наук и членом-корреспондентом Академии наук СССР. В 1935 году был избран членом Совета директоров противоракового союза в Париже. В 1939 – вице-президент Третьего международного противоракового конгресса. А в 1962 году – почетный председатель Восьмого международного конгресса в Москве. Является автором большого количества научных медицинских трудов и по праву считается основоположником медицинской диантологии. Заветы нашего учителя мы стараемся воплощать в жизнь. И тех традиций, которые были заложены в этом учреждении – это прежде всего связь клиники с фундаментальными исследованиями, это тесная работа с молодежью, образовательная деятельность, ну и самое главное – стремление к постоянному развитию, совершенствованию во всех направлениях онкологии. «Ученый должен много знать, а следовательно и много работать» – девиз Николая Николаевича, которому он следовал всю свою жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok